Друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен и вы сейчас видите два разных телефона, два разных бренда, компании, модели. Это у нас Samsung, а это у нас Xiaomi. Почему я их поставил в этом видео вместе? Потому что в этом видео я покажу как раздать интернет с любого Android телефона. Я снимал как это сделать на Xiaomi, я снимал как это сделать на Samsung, на Honor, Huawei. Потому что действительно путь к успеху отличается, как найти этот параметр. И вы в этом видео поймете как это сделать на любом телефоне Android. Мы отправляемся в настройки, во-первых, и там, и там. Перед тем как мы начнем, я хочу попросить вас поставить лайк этому полезному видео. Поставьте лайк, чтобы стоял. Хорошо, когда стоит лайк. Вот вы поставите лайк, по традиции, на канале Блогермен. И у вас будет стоять, у меня будет стоять. И нам будет хорошо. Также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы стоял. Я всегда так делаю. И у меня стоит на других каналах всегда, на полезных. Ведь канал Блогермен очень полезный. Друзья, спасибо за понимание. Мы с вами беремся за лупу. Здесь она меньше. Она располагается чуть ниже. Вы беретесь за лупу. На телефоне Xiaomi она также имеется, конечно же. Просто она находится немного ниже. Если вы не можете ее найти, возможно, она чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Просто пролистайте вот так вот. Видите, вот если так, то ее не видно. Поищите лучше. Беремся за лупу. Вот, она маленькая, видите какая. И пишем. Мы пишем следующую поисковую фразу, которую пишут большинство людей. Они пишут, конечно же, раздать. И ничего не могут найти. Ни там, ни там, и на любом телефоне Android. У нас ничего не получилось. Мы, отправившись за лупой, не удовлетворили свои потребности. Потому мы выдвигаемся с вами взад. И там, и там. Здесь мы выдвигаемся в такой параметр, как подключение и общий доступ. А здесь мы открываем подключение. Мобильная точка доступа и модем. Здесь уже все понятно. Мобильная точка доступа. Для того, чтобы раздать интернет, вам всего лишь необходимо ее активировать. Как видите, у меня на телефоне данного образца сим-карты не имеется. Но вы активируете данный тумблер. Потом нажимаете вот сюда. А вот здесь, в самом низу, вы сможете изменить пароль подключения к Wi-Fi, к этой точке доступа. И наименование точки доступа. Здесь же у меня сим-карта имеется. Что я делаю? А у меня подключение и общий доступ. Куда мы с вами, соответственно, заходили. Вот точка доступа Wi-Fi. У вас здесь ее не будет. У вас она будет вот здесь, такой параметр. У меня она уже вот здесь, потому что я ее пользовался. Что мы делаем? Мы, чтобы вы туда идете, в тот раздел, вот здесь, подключение и общий доступ. У вас вот такая функция там будет. Вы ее просто активируете. И после этого вы сможете пользоваться ей. Можете нажать настройки, настройка точки доступа. Вы можете изменить название точки доступа, пароль. И после этого, как вы ее включили, вы сможете найти на любом другом, соответственно, устройстве. Как видите, он нашел. Мы сможем подключиться, если мы введем пароль. Друзья мои, я надеюсь, что это видео вам было полезно. Мы выдвигаемся взад. Мы все сделали. Я думаю, что нам пора кончать. Потому что я уже сделал все, что хотел в этом видео. Надеюсь, что и вы удовлетворили свои потребности. Я уж точно. Я попрошу вас поставить лайк под это видео. Подписаться на канал Блогермен. И поставить колокольчик. И тогда будет стоять. Я посмотрю обязательно. Спасибо вам за взаимность. Пишите в комментариях, все ли у вас получилось. Для чего вы хотели раздать Wi-Fi. Куда, зачем, почему. Мне действительно будет интересно почитать. Так как я читаю комментарии всех своих зрителей. И подписчиков. А мы с вами, как всегда, безусловно, прощаемся совсем ненадолго. С приставкой но. И безусловно, скоро увидимся. Друзья, я желаю вам всем удачи. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok